Здравствуйте! С вами Лена Полякова и вы смотрите Европлант Лайф. Сегодня мы ведем наш репортаж из Варшавы, прямо из двора моего дома. Лет 10 назад я купила здесь квартиру. И вот за это время я совершенно влюбилась в одну морфологическую группу растений. Я считаю, что она незаслуженно мало используется у нас при озеленении. Прежде всего будем говорить о жилых комплексах. Речь пойдет о кустарниках. Обычно мы используем их в двух случаях. Первое – это изгородь. Второе – это декоративные элементы какие-то. То есть это может быть пейзажная группа или орнаментальный бордюр во французском стиле. Ну вот такие классические варианты, когда кустарники нам ценны сами по себе или выполняют функцию по сути забора. Но сейчас речь пойдет о другом. Мы поговорим о кустарниках, как о на почвенном покрове. Дело в том, что я выяснила, что это самый дешевый и эффективный способ содержания поверхности земли. Какие у нас с вами есть варианты? Плитка, как мы тут видим, ну может быть асфальт, газон, группа деревьев, цветники и кустарники. Наверное, на плитке мы не будем останавливаться, потому что все-таки хотелось иметь что-то зеленое во дворе перед глазами. Газон дешево только на первый взгляд. Мне не хочется опускаться в банальность и еще раз рассказывать анекдот про 300 лет содержания газона, после чего он там становится красивым. Но на самом деле примерно так и есть. Все расходы только начинаются. У нас метр газона, рулонного, например, стоит в России около 200 рублей. Ну и со старта кажется, что это довольно дешево и быстро. Вы положили, по сути, ковер, раскатали и уже завтра ваш ребенок сидит на зеленой травке. Но дальше начинаются проблемы. Полив, стрижка, прополка, газон совершенно невозможно оставить без присмотра. И если посчитать, сколько сил тратится и денег на вот это все, то стоит задуматься, настолько ли это эффективное озеленение. Я должна сделать сразу же небольшую ремарку, потому что это первый вопрос, который возникает, когда я показываю свой двор или похожие. Меня спрашивают, где здесь машины. Это закрытая территория, закрытая от машин. Мы находимся на крыше подземной парковки. Снаружи этого жилого комплекса есть небольшая гостевая парковка, но машины жильцов этого жилого комплекса находятся под землей. То есть мы сейчас находимся на крыше парковки. Именно этим определяется отсутствие здесь крупноразмерных деревьев. Им нужно гораздо выше слой почвы. И по-хорошему проектирование, вот озеленение с использованием крупноразмерных деревьев должно вестись вместе с проектированием комплекса и парковки. То есть неплохо бы, чтобы все это выдержало потом тяжесть грунта. Ну, применяются, конечно, большие деревья в таких условиях, но в нашем дворе мы видим в основном кустарники. Ну и давайте поговорим о том, что мы видим. Ну вот здесь типичный очень для этого двора участок оформления территории. Что мы здесь видим? Лаванда, роза, еще одна роза. Там у нас кизильник растет и здесь вигела и еще несколько разных сортов роз используется. Сирень. Небольшой участок газона, конечно, есть. Газон служит фоном для вот этих композиций. Но, понимаете, вот ширина вот этой всей конструкции, это примерно метр четыре. Что было бы сделано в России застройщиком, который вообще, в принципе, задумался бы об озеленении. Но здесь была бы просто полоса кизильника, а дальше газон. Потому что застройщик думает, что это дешево. Нет, это не дешево. Потом эксплуатация, то есть содержание этого газона ложится, ну, некоторым бременем на жильцов, потому что вы все это будете оплачивать. Кустарники не требуют ухода, не требуют полива. Их достаточно стричь всего один раз в году. Здесь уход ведется, ну, мягко скажем, совсем простой. Нет каких-то специалистов крупных. Я наблюдаю за тем, что они делают. Подкормки один раз в году долгоиграющими удобрениями, конечно, и один раз в году стрижка. И мы практически не слышим шума газонокосилок и триммеров по утрам. Это тоже достаточно важно. Посмотрим, что еще растет. Посмотрите на этот массив Спирея. Это тоже довольно типично для подобных дворов. У нас это была бы линия в один ряд. Дальше был бы газон. Здесь тоже около трех-трех с половиной метров весь этот... Что это? Это изгородь, цветник. Это группа кустарников. Она имеет прямоугольную форму. И с моего окна это выглядит... Здесь есть некоторая симметрия. Хотелось бы отдельно упомянуть эту розу. Запах фантастический. К сожалению, эта роза однократно цветущая. Ну, люди хотят, чтобы розы цвели круглое лето. И я бы посоветовала не манкировать однократно цветущими розами и относиться к ним так, как примерно мы относимся к сирене. Сирень же тоже цветет один раз за лето. И мы любим ее и ценим. И вот этот прекрасный сорт розы, я бы посоветовала попробовать для условий Ленинградской области или Москвы. С вигелой все, конечно, похуже дело обстоит. Она в наших северных условиях подмерзает регулярно. Вот так по уровень снега, скажем. Но в связи с тем, что она цветет на побегах текущего года, она хорошо очень восстанавливается, естественно, успевает зацвести. Это не будут большие кусты у вас. Здесь некоторые сорта вигелы достигают 2-3 метров. Но вот такого вот рода кустик примерно вы сможете получить в Ленинградской области. Мы можем видеть, что вот этот вот квадрат газона, он занят кустарниками цветущими. В середине у нас роза. К сожалению, я вот вижу вроде на ней мучнистая роса. Не знаю, будет ли обрабатываться она, не считается заболеванием у нас. Это роза фейри, и она совершенно волшебно цветет. Вот она цветет все лето, я наблюдаю это с балкона и радуюсь. То есть, опять же, мы здесь видим широкую полосу кустарника, небольшая полоска газона, и дальше все у нас занято розами. Вот здесь мы видим тоже группу кустарника, спирея и в середине роза фейри. И вот все вот это вот 6 метров. Разумеется, это мог бы быть газон. И с этим газоном еженедельно стоял бы человек и косил его. И обязательно нужно поливать. Вот обилие кустарников, такое обилие кустарников у нас в Польше, оно в том числе является следствием того, что мы не можем содержать уже газоны. Это очень дорого обходится. Воду нужно экономить. Некоторые воеводства ограничивают потребление воды. То есть, у вас будет прямой запрет на использование воды для полива. Газон в наших условиях это совершенно не здорово. А если его не поливать, то стриженный газон выгорает и превращается в сухое сено. Мы обязательно, обязательно отдельно поговорим с вами о кошении и не кошении. Но пока о кустарниках. Здесь у нас другой сорт вигилы. Она цветет немножко позже. Там у нас была фолис парпуреус. А вот здесь, к сожалению, не могу так сходу сказать, что-то варьегатное. Она крупнее, позже цветет. И сейчас она выглядит прямо роскошно. А сейчас мы обсудим один очень важный, животрепещущий вопрос. Недавно обсуждался он в Фейсбуке. Ветка насчитывала сотни комментариев. И давайте поговорим об этом. Есть мнение, что грифшаем нельзя стричь. Я бы сказала, что вопрос звучит совершенно по-другому. Отказываем ли мы грифшаему в участии в стриженных изгородях? Я считаю, что эта культура подходит для стриженных изгородей. И сейчас мы посмотрим, почему. Это подстригли нам тут совсем недавно. Вот веточки еще лежат буквально три дня назад. И сделали вот такой вот ровненький кубик. Выглядит он, скажите, очень неплохо. Я бы не сказала, что он проигрывает традиционному кизильнику. То есть в качестве изгороди, видите, это хорошая плотная изгородь. Здесь у нас, смотрите, стрижка только начата. Работник не закончил свою работу и ушел. А вот здесь у нас очень прекрасный прям пример. Здесь еще стрижки не было. И поэтому мы можем посмотреть, как выглядит прошлогодняя стрижка. Во что превращается куст у нас после стрижки. Вот, надеюсь, тут видно. Вот это вот. После той стрижки, которую мы видели, вырос вот такой вот побег текущего года. То есть сейчас будет стрижка, и мы можем рассчитывать, что к следующему году мы получим еще один вот такой вот побег. И вот такая вот пушистая у нас периферия кроны будет весной. И вся она зацветет. То есть эта изгородь будет вот такая вот пушистая и белая, белоснежная. И посмотрите, у нее два в одном отличная форма и красивое цветение. Главное, что, разумеется, стрижка только один раз в году. Как только спирея отцвела, можно пройти и подстричь ее. И за следующий год она дает приросты длиной от 30 до 40 сантиметров. И каждая такая веточка у нас закончится прекрасным белоснежным соцветием. И изгородь приобретет такой более или менее пейзажный вид. То есть, с одной стороны, аккуратненько, а с другой стороны, мы не потеряем цветение. Главное, это провести обрезку в правильный срок. Сразу же после того, как эта спирея отцвела. Здесь мы можем видеть в этом уголочке хвойные растения. Минджулип, можжевельник, можжевельник голден карпет и ельни деформис. О чем это говорит? Этому жилому комплексу больше 10 лет. Сейчас хвойные теряют, просто фатально теряют свою популярность. И в современных жилых комплексах мы уже практически не увидим хвойных растений. Зато увидим множество злаков. Есть несколько все-таки деревьев на территории нашего жилого комплекса. Но, как мы видим, они небольшие. Это привитые березы юнги. Вот у нас тут две штучки. Этот портеноцисус у нас закрывает вентиляцию с парковки. То есть еще раз мы находимся на крыше парковки. А это, конечно, творчество наших соседей, жильцов этого комплекса. Я не могу сказать, что это запрещено, конечно. Но так вот в массе это не приветствуется. Люди здесь посадили эвкалипт. Будем ждать коал. Ну и вот это вот тоже увлечение миксом красных и желтых барбарисов на сегодня, мягко говоря, актуальным не назовешь. С другой стороны, хвойные прекрасно выполняют свою функцию. Наш двор выглядит довольно прилично в течение всего года. Всегда есть какая-то зелень. Недавно посаженная гортензия. Гортензия сейчас – это растение номер один в Польше. Но еще раз хочу сказать, двор этот старый. Строилось это все в начале 2000-х. И бересклет, который будет ярко-ярко-красной осенью. Мы вообще здесь, в принципе, видим очень большое разнообразие кустарников. Могу точно сказать, что больше 30 видов кустарников использовалось при создании этого двора. Есть такая интересная версия, такая точка зрения, что ландшафтный дизайн придомовых территорий должен быть более строгим. И что красиво можно посадить только 5 видов кустарника. Я большой противник этой концепции, потому что здесь ваши дети встречаются с природой впервые. Не все имеют возможность куда-то выезжать на дачу, в лес и так далее. А дети в этом дворе реально проводят очень много времени. И пусть они увидят многообразие природы. Это очень важно. Меня лично, как жильца этого комплекса, по-честному радует многообразие. Тоже растение, которому отказывают стрижки формирующие. Считается, что у чубушника только мы проводим санитарную стрижку или омолаживающую. Но мы здесь имеем отлично сформированный чубушник. И посмотрите, он весь на бутонах. Так что, если вам нужно, в принципе, можно формировать. Конечно, у него не будет уж прямо такого обильного цветения. Но вполне, вполне оно будет заметным. А угрышами будет обильное. Такая у нас была короткая экскурсия по двору. Посмотрели кустики, газончик местами. И на этом мы сегодня с вами прощаемся. Мы продолжим этот разговор через несколько дней. А пока я прошу, посчитайте, сколько денег вы тратите на содержание газона. Чтобы мы смогли сравнить эти деньги с деньгами, которые нужны для посадки и содержания групп кустарников. Ничего не забудьте. Не забудьте про воду, не забудьте про гербициды, аэрацию и вертикуляцию. Ну, естественно, стрижки и подкормки. Если вы кому-то за это платите, то у вас уже будет цена, понятная, в год. Будем говорить, в год. А если вы делаете это сами, ну, посчитайте свое время. Всего доброго и до новых встреч. Продолжим разговор скоро. Субтитры подогнал «Симон»!